За несколько лет компания Xiaomi сделала огромный рывок, и теперь даже входит в число самых массовых производителей смартфонов в мире. У них уже были смартфоны и собственная прошивка, а вот планшета не хватало. Но они это исправили, представив Xiaomi Mi Pad, мнением о котором я с вами поделюсь. iPad. Вот первая мысль, которая приходит в голову, когда видишь Mi Pad. Причем похож он не просто на iPad, а скорее на смесь iPad и iPhone 5C из отрицатого корпуса и такого же материала, как в смартфоне от Apple. Да и сама Xiaomi этого даже не скрывает. Экран в Mi Pad тоже практически идентичен матрицей iPad mini, которая с ретиной экраном. Разрешение 2048 на 1536 на 7,9 дюймовой диагонали. Еще больше сходства с купертиновским планшетом дает оболочка MIUI. Она настолько похожа на iOS, что на рендерах их сложно отличить невооруженным глазом. Кстати, MIUI в планшете базируется на Android 4.4.2 KitKat. До этого смартфоны Xiaomi работали на процессорах от Qualcomm или Mediatek. Планшет же базируется на чипсете NVIDIA Tegra K1, видеоядро которого является самым мощным на данный момент среди мобильных устройств. В нем 192 ядра на архитектуре Kepler. Такие же ядра используются во взрослых видеокартах GeForce и даже в суперкомпьютере Tesla. Видеоускоритель этот даже поддерживает графику нового поколения, то есть по качеству выдаваемой картинки он вполне может сравниться с консолями, по крайней мере прошлого поколения. Остальные же характеристики ничем не выделяются среди других топовых устройств. 2 гигабайта оперативной памяти, 8-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная фронтальная, аккумулятор емкостью 6700 мАч, 16 или 64 гигабайта памяти с возможностью расширения еще на 128. А вот в чем планшет абсолютно не похож на iPad, так это в цене. Здесь Xiaomi не отошла от своих традиций и установила вполне демократичный ценник. За 16-гигабайтную версию придется отдать 240 долларов, за версию 64 гигабайтами на борту 272 доллара. Начало продаж планшета намечено на июнь, а вот о продаже за пределами Китая ничего не известно. Если вам нужен планшет и не смущает такое чересчур сильное сходство с iPad mini и потенциальные вопросы «О, а это чё, iPad?», то я думаю стоит помучаться и урвать себе сей планшет. Это было мнение о Xiaomi Mi Pad на сайте Android Jam. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я с вами прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok